Всем привет! Скоро масленица и сегодня я хочу приготовить два вида блинов. Одни заварные ажурные на кефире, а вторые вот такие треугольнички с начинкой. Для приготовления заварных блинов нам понадобится 1 стакан теплого кефира 300 грамм. В кефир добавляем 3 чайные ложечки соды, размешиваем и даем минутки три постоять, чтобы сода загасилась. Затем добавляем 3 чайные ложечки соли, 2 столовых ложки сахара и 2 столовых ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем и просеиваем 150 грамм муки. Размешиваем, чтобы не осталось комочков. Добавляем стакан кипятка и быстро хорошо перемешиваем. Затем добавляем 2 яйца, взбиваем до однородной массы и будем выпекать. В сковороду слегка смазываем маслом. Распределяем блинное тесто тонким слоем. выпекаем примерно одну минутку с одной стороны на среднем огне чуть выше среднего. У меня примерно четвертое положение из 6. Затем переворачиваем и пол минутки с другой стороны. Блины смазываем сливочным маслом и желательно накрыть их крышкой, чтобы они размягчились. Получаются очень красивые тоненькие ажурные блины с дырочками. И второй вариант треугольные блинчики с начинкой. Для их приготовления просеиваем 130 грамм муки. Добавляем 5 грамм разрыхлителя. Это пол пачки. 2 столовых ложки сахара и 1-3 чайные ложки соли. Вливаем теплое молоко. Молоко должно быть обязательно теплое или комнатной температуры и перемешиваем до однородной массы, чтобы не осталось комочков. Затем добавляем 2 яйца. 2 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Тесто на такие блинчики должно получиться вот таким. Оно должно быть чуть гуще, чем на обычные блины, но не такое густое, как на оладьи. Что-то среднее. Сковороду нагреваем, смазываем маслом и вливаем в центр небольшое количество теста. Выпекаем такие блинчики на минимальном огне. У меня это 2 из 6 и блинчики. И только с одной стороны. Когда все пузыречки раскроются, а поверхность перестанет быть липкой, блинчик готов. Раскладываем такие блинчики, каждый отдельно. В центр кладем небольшое количество любой начинки. У меня это творог со сметаной и сахарной пудрой. Кроме этого, в половину блинчиков я добавлю бананы, а в другую половину шоколадную крошку. Затем подгибаем края в форме треугольника и хорошо защипываем. Из этого количества теста у меня получилось 15 треугольников. У меня еще осталась начинка и я сделаю вот такие цветочки, а в центр добавлю немного мелко нарезанных орехов. Блинчики получились просто замечательные! Вкусные, нежные и к тому же очень красивые! Всех с наступающей масленицей и приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин